Для того, чтобы противодействовать этому, нужно предпринимать различные шаги, и мы, собственно говоря, этим занимаемся. Это, безусловно, общение с гражданским обществом. Мы в данном случае говорим о тех шагах, которые необходимо предпринимать со стороны государства. Если говорить о государстве, в частности, о государственных структурах, то, безусловно, это взаимодействие с гражданским обществом для того, чтобы совместно с гражданским обществом, с неправительственными организациями, с общественными деятелями вырабатывать новую методологию или укреплять старые инструменты противодействию распространению ксенофобии, расизма и других форм проявлений нетерпимости. Это, безусловно, укрепление правовой сферы и правовой базы действий как внутри государства, но это, опять же, отдельная тема, так и на международном уровне, чем Россия занимается. Как вы знаете, в свое время, много лет назад Москва инициировала резолюцию Генеральной Ассамблеи, как раз по указанной вам проблематике. С каждым годом мы видим рост числа и соавторов, и поддерживающих стран, хотя начинали не просто мы, и даже те страны, которые высказывают озабоченность, в частности, проблемы антисемитизма, не спешили поддерживать этот документ. Сейчас ситуация уже несколько лет назад изменилась. Вот еще один пример в контексте того, что можно сделать. Глобальный подход – это, конечно, укрепление международной правовой базы. Это, конечно, и стимулирование проведения публичных мероприятий на эту тему, конференции, выставок, подготовка материалов для продвижения средств массовой информации, о тех шагах, которые принимаются внутри государства, о международном сотрудничестве на этот счет. И, конечно, я думаю, на всех уровнях исполнительной, да и законодательной власти такое проявление, если использовать западную терминологию, нулевой терпимости к подобным явлениям. Просто в публичных выступлениях четкое, однозначное заявление не только в теории, но и на практике. Комментарии случаев и четкая оценка случаев, которые происходят, к сожалению, в мире не так и редко. И четкие, однозначные заявления о неприятии подобных явлений. Продолжение следует...